Бой разгорелся жестокий. Немцы не хотели бросать выгодных позиций на высоте и сопротивлялись отчаянно, но советский взвод под командованием гвардии лейтенанта Мусииба Багирова вгрызался в их оборону и неизменно продвигался к своей цели. Случилось это сразу же после битвы на Курской дуге. Красная армия, остановив немецкое наступление, сама перешла в контратаку и 69-я гвардейская дивизия, в которой служил Багиров, была введена в прорыв в районе Богодухова. Успешно развивая дальнейшее наступление, 2 сентября 1943 года передовые части дивизии вели бои юго-западнее города Зиньково и, не дожидаясь подхода основных сил соединения, пытались своими силами взламывать немецкую оборону, не давая противнику закрепляться на позициях более основательно. Гвардии лейтенант Багиров, хоть и окончил ускоренные командирские курсы совсем недавно, действовал грамотно и решительно. Он смело повел своих бойцов на высоту и сам в первых рядах ворвался в неприятельские траншеи. Умело действуя своим автоматом, Мусииб сразу же застрелил троих гитлеровцев, чем обеспечил успех наступления. Красноармейцы один за другим ринулись в прорыв за своим командиром и стали зачищать окопы от немцев, но тут им путь преградил огонь противотанкового оружия. Снаряды стали рваться тут и там, разбрасывая в стороны осколки и куски глины, перемешанные с кровью. Огонь этой пушки остановил советское наступление и красноармейцы, залегая, сжались в осеннюю грязь. Нужно было срочно что-то предпринимать, пока весь взвод не погиб. Тогда гвардии лейтенант Багиров, не обращая внимания на вражеский огонь, прорвался дальше в тыл противника, а потом по одному из ходов сообщения подобрался к артиллерийскому расчету оттуда, откуда его не ждали. Несколько метко брошенных гранат прекратили огонь орудия, и красноармейцы, поднявшись в полный рост, стремительным броском очень скоро овладели высотой. В этом бою Мусииб Багиров, помимо орудийного расчета, уничтожил 25 фашистов и был контужен разорвавшимся рядом снарядом, но поле боя не покинул и остался руководить взводом. Теперь же его бойцам предстояло самое сложное – удержаться на занятых позициях и оставить за собой необходимую в тактическом плане высоту. Взвод товарища Багирова оторвался от других частей полка на несколько километров, и ждать скорой помощи было невозможно, а немцы уже показались в поле видимости и выходили из лощинного леса. Несколько танков, и до трех сотен пехотинцев стали быстро приближаться к высоте, на которой наспех закрепилось всего 10 красноармейцев. Мусииб Багирович расположил своих бойцов по фронту, фланги прикрыл пулеметами, а сам вместе с бронебойщиком выдвинулся немного вперед и затаился в зарослях полыни. Подпустив врага поближе, ПТРщик открыл огонь по танкам, пока Багиров, стреляя из автомата, отсекал от них пехоту. Вот шедшая впереди машина с крестом на борту вдруг остановилась как вкопанная, и из люков полезли танкисты в ожидании ближайшего взрыва. Другие танки открыли беглый огонь из пушек по площади в поисках засады, и один из снарядов нашел свою цель. Бронебойщик был убит, а за ПТР лег сам гвардии лейтенант Багиров. Стреляя практически в упор, он продолжил неравную борьбу, и, как написано в его наградном листе, уже скоро поджег средний танк Т-4. В этот момент немцы подошли к высоте, и красноармейцы встретили назойливых гостей дружным огнем своих ППШ и Дегтяревых. Последний танк, огрызаясь пушкой и пулеметами, забрался практически на самый верх, но кто-то из окопов метко бросил в него связку гранат, и танк, закружившись на месте, закоптил черным дымом. Немецкая же пехота долго вела бой с горской храбрецов, которые уже занимали круговую оборону, но потеряв большое количество убитыми и лишившись танковой поддержки, стало отступать, не добившись основной цели. Тогда немцы, понимая, что им будет непросто выбить красноармейцев с высоты, пошли на хитрость. Они переоделись в советскую форму, и под видом подкрепления атаковали высоту с тыла. Но Багиров не дал себя так просто провести, и, подпустив врага на расстояние в 20 метров, сам открыл огонь по наступающим из ручного пулемета. Враги стали падать как подкошенные, и их вторая атака опять захлебнулась. Когда к вечеру в высоте пробились остальные части 69-й дивизии, то им предстала такая картина. Четыре оставшихся в живых бойца продолжали вести неравный бой на холме, три танка догорали в вечернем сумраке, а весь холм был усыпан трупами врагов, которых после насчитали до 250 человек. Причем 100 солдат вермахта поразил метким огнем лично товарищ Багиров. За этот подвиг 22 января 1944 года гвардии лейтенант Багиров Мусииб Багирович был удостоен высочайшего воинского звания Героя Советского Союза. Мусииб Багирович родился 30 июня 2015 года в городе Елизаветполь, ныне Ганджа, в Азербайджане. До войны он окончил среднюю школу и мореходный техникум и работал помощником мастера на Кирово-Аббатском текстильном комбинате. В ноябре 1941 года он воевал на Южном фронте, а в составе Воронежского принимал участие в Курской битве. После совершения своего основного подвига он был направлен с контузией в госпиталь, а потом дошел с боями до Европы и почти перед самой победой снова был тяжело ранен разорвавшимся рядом с нарядом в обе руки и голову. После войны герой проживал в городе Баку и работал начальником геологической разведки в нефтепромысловом управлении, но однажды, устраняя аварию, он сорвался с вышки и упал с высоты в 25 метров. Каким-то чудом он остался жив и даже продолжал активно работать до пенсии. Умер Багиров Мусейб Багирович 17 мая 1981 года. Друзья, если вы хотите поддержать данный канал, подписывайтесь на Бусти, ссылка в описании. До свидания.